Всего на участие в тендере подали заявки 7 поставщиков. Из них было отобрано лишь одно предложение, которое наиболее полно отразило техническое задание. Данные туалетные комплексы расположены на месте запланированного в Донецке строящегося музыкального парка. Комплексы подключаются к существующим системам водоснабжения, водоотведения и электроэнергии. Данный комплекс может функционировать круглый год, потому что имеет две степени отопления, утепления и может принимать мужской туалет 9 человек одновременно, женский туалет 4 и, как и положено по требованиям УЕФА, у нас предусмотрено одно место для людей с ограниченными физическими способностями. Например, санузел, предназначенный для мужчин, оборудован четырьмя отдельными кабинками, пятью писсуарами и двумя рукомойниками. Здесь имеется освещение, бойлер для приготовления горячей воды, наборы для умывальников, зеркала и туалетные принадлежности, а также электрообогреватели. Предложенная цена соответствует характеристике цена-качество и не является максимальной из всех предложений. Недостатки, наверное, одни, это цена. 398 тысяч гривен стоит такой комплекс, с той комплектацией, которую вы видели. Комплекс, предназначенный для женщин, имеет четыре отдельные кабины и одну кабину для лиц с ограниченными физическими возможностями, оборудованную пандусом и отдельным входом. Параметры данных комплексов таковы, что они не являются аналогами биотуалетов, столь привычных для горожан. Новый туалет не будет бесплатным, но и стоимость посещения пока не определена. Чиновники обещают, что цена будет вполне доступной. Много звучало вопросов о том, будет он платный или будет бесплатный. Для надлежащего технического ухода, для замены той же самой туалетной бумаги нужны средства. Чтобы это не стало бременем налогоплательщиков, есть предложение сделать его платным. Но окончательное решение будет принято тогда, когда он будет введен в эксплуатацию. Также главным управлением благоустройства и коммунального обслуживания городского совета журналистам были продемонстрированы компактные вакуумные пылесосы для сбора мусора, которые не создают шума и являются экологически чистыми, потому что работают на электроэнергии. При помощи этой техники планируется максимально заменить ручной труд механизированным, что в свою очередь повысит производительность труда и решит проблему с уборкой листвы, мелкого мусора и песка. Такой агрегат для сбора мусора обошелся бюджету города 300 тысяч гривен. Елена Витек, Александр Пугачев, Первый муниципальный.